В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Пуслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видневской школе номер 11 прошла августовская педагогическая конференция. Для обучающихся 6-11 классов станет обязательна реализация профессионального минимума. В преддверии учебного года в округе проходит акция «Собери ребенка в школу». Очень много заданий задают уже на компьютере, современные, а у них нет технической возможности, такой физической, материальной возможности приобрести. Житель Молокова Егор Митин получил в подарок от фан-клуба певца «Шамана» два билета на сольный концерт артиста. Он очень запомнился и пал нам в душу. И мы решили его порадовать тоже. В 11 школе города Видное состоялась августовская педагогическая конференция, на которой педагоги обсудили планы на предстоящий учебный год. Какие новые формы и методы образования готовятся внедрить в школах Ленинского городского округа, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Педагоги и руководители образовательных организаций в очередной раз собрались на августовской конференции для того, чтобы подвести итоги прошлого учебного года, а также обсудить предстоящую работу. В этом году будет много нового. Историю мы начнем изучать по новым учебникам. Для обучающихся 6-11 классов станет обязательна реализация профессионального минимума. То есть это целый комплекс мероприятий по ранней профориентации и самоопределению в выборе будущей профессии. Все школы стремятся создать единую систему обучения. Но каждая имеет свой подход. В Видновскую школу номер 9 будет внедрена обновленная программа профессиональной подготовки, связанная с введением нового курса «Россия. Мои горизонты». Связанная с внедением в огнерочную деятельность экскурсионных поездок на фабрики, производства. У нас всегда была профессиональная подготовка с детьми. С 1 класса по 11 класс. Но в этом году это будет уже на другом, более высоком уровне. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский пожелал успешной работы, а также вручил награды за профессиональное мастерство. Решение нашего президента объявить 23-й год. Годом педагога и наставника только подчеркивает и важность, и ценность. Я хочу пожелать, чтобы вы получали удовольствие и непосредственно в течение учебного года от образовательного процесса, и от тех результатов, которые удастся достичь в мае, в июне. С наступающим вас днем знаний, ну и в добрый путь. Награду губернатора Московской области в этом году получила Юлия Бербенева, заместитель директора Видновской школы номер 7. Наверное, я достойна этой премии за многолетний труд и добросовестную работу. Педагоги получили не только почетные грамоты и благодарности за свою работу, но и денежные вознаграждения. Лучшей наградой по-прежнему остается сертификат на квартиру. Я получила сертификат на жилье на коммерческий найм. Спасибо администрации за такой подарок. Со словами благодарности выступила заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская. Уважаемые и любимые наши педагоги, разрешите мне от имени нашего всего депутатского корпуса поздравить вас с прекрасной августовской педагогической конференцией. Вы знаете, педагог проходит по всей жизни каждого человека. Мы научились читать, писать, не читать, анализировать, думать. И все это научили вы нас. А уже завтра тысячи учеников отправятся в школу. Пусть для них этот год будет успешным. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. 140 лет назад образовалась Государственная ветеринарная служба Московской области. Развитие помощи животным от болезни началось в 1883 году с ветеринарного бюро при Московской земской управе. Сегодня в регионе 89 ветеринарных станций и лечебниц, которые проводят порядка 400 приемов в год. В день ветеринарного работника во Дворце культуры Видное прошло совещание, в котором приняли участие высококлассные специалисты отрасли из разных уголков области. Подробнее в репортаже Татьяны Брыловой. Государственная ветеринарная служба Московской области – большая структура, насчитывающая 89 станций и лечебниц, 14 лабораторий, порядка полутора тысяч ветеринарных специалистов. В день ветеринарного работника, который ежегодно отмечается 31 августа, во Дворце культуры Видное состоялось совещание, где подвели итоги работы. На 85% к этому времени снизилось количество очагов особо опасных заболеваний животных, в том числе и передающихся человеку. Мы сократили количество случаев бешенства в Московской области в десятки раз. То есть мы начинали с 300 случаев, сейчас их всего 13. На столы нашим жителям поступает только качественная и безопасная продукция. На совещании присутствовали представители администрации и депутатского корпуса округа. Первый заместитель главы администрации Ленинского округа Альберт Гравин отметил важность ветеринарной службы в жизнедеятельности муниципалитета и всей страны. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю вас и ваши коллективы с профессиональным праздником. Своим трудом вы стоите на страже здоровья и жизни человека, контролируя безопасность и высокое качество продукции животноводства, проведение мероприятий по профилактике опасных заболеваний. Я, конечно, поздравляю с профессиональным праздником, желаем всем здоровья, счастья, мирного неба и чтобы они лечили так же, как и нас, доктора лечат, лечили и наших животных. Профессия ветеринара особенная. Более полувека лечению животных посвятил кандидат наук в области ветеринарии Евгений Варламов. Стоял у истоков формирования Ленинской станции по борьбе с болезнями животных. Мне приходилось работать в разные специальности. Я кушаю гинекологом и эпизотологом и выполнять обязанности администратора. Мне приходилось преподавать и на курсах, быть преподавателем и за рубежом, вести курсы. Сегодня ветеринарные специалисты сталкиваются с новыми вызовами – проверкой возможностей службы и эффективностью ее работы. При ликвидации инфекционных болезней и, главное, недопущению их дальнейшего распространения и предотвращения огромного экономического ущерба на территории региона. На мероприятие наградили лучших работников отрасли. Среди них ведущий ветеринарный врач испытательной лаборатории Ленинской станции по борьбе с болезнями животных Рита Войтюк, которая в профессии уже почти 30 лет. Ветеринарные врачи лечат не только животных, а лечат все человечество. Мы стараемся внести в нашу жизнь все самое хорошее, помогать людям бороться с опасными заболеваниями. И жизнь нашего общества зависит от того, как работает ветеринарная служба нашей страны. В лаборатории Ленинской станции по борьбе с болезнями животных трудится 16 высококлассных специалистов. Современные технологии позволяют проводить в год более 40 тысяч различных исследований. Это гематологический анализатор. Мы его используем для исследования общеклинического анализа крови. Общеклинический анализ крови, с ним все знакомы. Когда вы приходите в больницу и сдаете, вас врач направляет. Здесь же исследуется только, он у нас ветеринарный, то есть исследуем животных домашних и животных сельскохозяйственных. В этом году ветеринары Подмосковья отмечают еще и 140-летие со дня образования Государственной ветеринарной службы Московской области. А значит, сегодня на страже здоровья животных и людей профессионализм, наука и опыт. Татьяна Хбрылова, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ. Сегодня у нас в студии директор Каширского регионального оператора Иван Мельников. Тема нашей встречи – вопросы жителей по обращению с твердыми коммунальными отходами. Иван Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, основные правила по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей. Есть ли график вывоза мусора? Да, уважаемые жители Ленинского городского округа, приветствую. Спасибо за возможность принять участие в сегодняшней встрече. Постараюсь кратко, но емко ответить на основные вопросы, которые интересуют жителей городского округа. Что касается места расположения контейнерных площадок, количество емкостей на них, графиков вывоза, то все эти параметры регулируются законодательством. Каждое юридическое лицо, каждый житель является по закону отходообразователем. К каждому категории отходообразователей соответствует норматив отходообразования. Исходя из этих нормативов, мы рассчитываем количество емкостей и частоту вывоза этих емкостей для каждой контейнерной площадки. Место расположения контейнерных площадок определяет балансодержатель, то есть собственник земельного участка. Это может быть управляющая компания в случае, если мы говорим о многоквартирных домах, либо муниципалитет, либо юридическое лицо, например, крупный сетевой магазин. У них индивидуальные контейнерные площадки, которые они обустраивают самостоятельно. По желанию жителей могут перенести эту площадку? Для этого жители должны выйти с инициативы, либо в муниципалитет, либо обратиться в свою управляющую компанию. Такие случаи нередки, когда контейнерные площадки переносятся в более удобное место. Есть ли определенный график вывоза мусора? — График предусмотрен санпином. Он для площадок, находящихся в близи многоквартирных домах и индивидуальных жилых строений, в летнее время должен производиться ежедневно, в зимнее время не реже, чем раз в три дня. Это касается смешанных отходов, так называемых серых баков, которых наибольшее количество. Также на контейнерных площадках размещаются синие баки для так называемых сухих отходов. Это те отходы, которые впоследствии направляются в переработку. Это фракции, такие как дерево, картон, стекло, металл и пластик. Также на контейнерных площадках размещаются восьмикубовые бункеры, которые много не называют лодочками. Но они предназначены только для складирования крупногабаритных отходов. Иван Сергеевич, скажите, пожалуйста, в каких случаях возможен перерасчет за услугу по обращению с ТКО? С 1 марта текущего года действительно по обращению с ТКО физические лица, собственники домовладений и квартирных домах имеют право обратиться, соответственно, в управляющую компанию, если договор с управляющей компанией, либо напрямую к региональному оператору за перерасчетом. На период временного отсутствия по месту постоянного проживания. Должно при этом соблюдаться несколько условий. То есть заявитель должен быть зарегистрирован по данному адресу, то есть должен постоянно там проживать. При этом подтвердить свое отсутствие он должен соответствующими документами. Это могут быть путевки в санаторий или дом отдыха, это может быть командировочное удостоверение, это может быть справка о нахождении, например, в лечебном учреждении в течение какого-то длительного периода. Можно подтвердить отсутствие проездными билетами с подтверждением проезда. Соответственно, нужно обратиться к рекоператору, либо к управляющей компанией, написать заявление и перерасчет будет произведен. Обратиться за перерасчетом жители могут не позднее 30 дней после окончания этого периода временного отсутствия. На это стоит обратить внимание. Проблемы неплатежей существуют и как происходит взыскание задолженностей? Да, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что порядка 10% потребителей, это касается и жителей, это касается и юридических лиц, не считают нужным оплачивать услугу за вывоз ТКО. К сожалению, низкая платежная дисциплина у некоторых наших потребителей. Здесь способ взыскания довольно стандартный. Мы начинаем с попытки созвониться и переговорить с контрагентом. Если это не приносит результата, то мы направляем досудебную претензию. Если никакой реакции не следует, то мы обращаемся в мировой суд, если задолженность у физического лица, либо в суд арбитражный, если задолженность касается юридического лица. И в завершение встречи еще один вопрос. Куда отвозят мусор из контейнерных площадок? В 2020 году на территории Московской области был закрыт последний полигон, который официально принимал отходы. Сейчас все отходы, в том числе и которые собираем мы, Каширский региональный оператор, вывозятся только на мусороперерабатывающий комплекс. Они же комплексы по переработке отходов. В частности, отходы, которые образуются на территории Ленинского городского округа, отводятся на два КПО. Основная масса уходит на КПО под названием ДОН, который находится на территории Каширского городского округа, и также задействуем КПО ЮГ на территории Коломенского городского округа. Василий Сергеевич, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на многие вопросы жителей. Наталья, спасибо. Я напоминаю, сегодня у нас в студии был директор Каширского регионального оператора Иван Мильников. Акция «Собери ребенка в школу» на протяжении нескольких лет проводится партия «Единая Россия». Еще несколько маленьких жителей Ленинского городского округа получили сегодня подарки к 1 сентября. Радость с ними разделила и наша съемочная группа. Подробности у Максима Козлова. В семье Остреогла, живущих в ЖК «Зеленой аллеи», сразу двое детей пойдут в школу. Эдуард – седьмой класс, Миланя – в первый. Всего же в семье трое детей, а работает только папа. Поэтому в местном отделении партии «Единая Россия» приняли решение сделать подарки ребятам к 1 сентября. Акция «Собери ребенка в школу» – это ежегодная акция «Единая Россия», которая проводится на территории Ленинского округа. На сегодняшний день, это 31 августа, мы доставили наборы и первоклассников, и школьников в рюкзаки со всеми канцелярскими товарами порядка 50 семьям. Среди тех, кто получил подарки, и наши герои. Но в этот раз один из членов семьи получит не только рюкзак. Очень много заданий задают уже на компьютере, современные, а у них нет технической возможности, такой физической, материальной, наверное, возможности приобрести ноутбук, компьютер, ничего. Вот наши спонсоры подключились, и, собственно, сейчас все будет. Неожиданному подарку в виде ноутбука будущий семиклассник Эдуард был весьма рад, хотя и признался, что использовать девайс собирается не только для учебы. Вообще сейчас они очень сильно нужны в учебе. Как, допустим, на тех же дистанционных заданиях, так и в решении Олимпиады. Ясно. Ну, а игры-то играть будешь, нет? Конечно. Позже мама Неля Астриогла, не скрывая эмоций, рассказала, что когда ей позвонили и сообщили о подарке к первому сентября, до глубины души была тронута таким проявлением заботы о детях. У меня даже дар речи был потерян. Минут 20, секунд 20 я просто молчала. И она говорит, вам что, ничего не надо? Вы что, а почему вы молчите? Я говорю, это такой шок был для меня, вот до слез, правда. Подобные акции призваны показать, что в партии «Единая Россия» прежде всего ценят не слова, а дела. И это многих не оставляет равнодушными. Мы только что приехали, вот с очень важной миссией вручили такой набор девочке, которая приехала из новых регионов. У нее горели глаза, она счастлива, готова идти в школу, достигать новых успехов. Она рада была познакомиться с нами и вступила девочка в молодую гвардию. Это очень круто. Всего в микрорайоне «Зеленая аллея» 9 ребят получили в подарок школьные принадлежности, как в рамках губернаторского проекта, так и благодаря акции «Единой России». Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. Житель Молокова Егор Митин получил от фан-клуба «Певца-шамана» два билета на сольный концерт, который пройдет в октябре в Кремлевском дворце. Юноша – поклонник творчества известного артиста. За подарком счастливчик приехал в редакцию нашего телеканала. Представители одного из фан-клубов «Певца-шаман» заметили Егора Митина на концерте артиста. Молодой человек очень эмоционально подпевал своему любимому исполнителю. Пел песню «Встань», нам это очень понравилось, и мы вот решили ему подарить подарок. Он очень запомнился, пал к нам в душу, и мы решили его порадовать тоже. Благодаря социальным сетям удалось найти Егора. Юноша занимается в инклюзивном клубе «Дорога в жизни», берет уроки вокала и выступает на разных мероприятиях у округа. Егор – очень талантливый мальчик. И он действительно любит шамана, творчество этого прекрасного певца. И всегда он поет песни и шамана, ну и еще очень много разных других песен, да. Но я думаю, что это одна из мечт этого мальчика. Это будет какое-то вдохновение для него. Участники фан-сообщества специально приехали в «Видное», чтобы передать мальчику подарок. Наш артист-шаман с большой любовью и трепетом относится к особенным детям, к одаренным детям. И мы стараемся поддерживать его в этом начинании. За заветным подарком Егор вместе с родителями приехал в студию телеканала «Видное ТВ». Главный редактор Татьяна Брылова провела для гостей небольшую экскурсию и вручила долгожданный презент – сувениры с логотипами шамана и два билета на концерт. «Самое главное – ты-ды-ды-ды, два билета!» «Мне очень нравится творчество шамана. Он очень прекрасно поет. У него очень отличный образ. Он очень хорошо одевается. А моя главная мечта – сфотографироваться с ним, а еще лучше – спеть». Как отметила мама Егора, Наталья, получить билеты на концерт шамана – это его давняя мечта, которая так неожиданно стала реальностью. «Егор вообще очень творческий человек. Он не только поет, он и в театральной студии занимается. Сейчас он начнет в сентябре заниматься в школе инклюзивного танца, также осваивать. А поет он со школы, с праздников школьных». Чудеса происходят, и главное – в них верить. Случай Егора Митина еще раз это доказывает. Теперь юноша мечтает сфотографироваться с любимым певцом, а может даже и вместе спеть. Наталья Буслаева, Галина Житкова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видноэ-ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин